Здорово мужики, я столкнулся с такой проблемой, это просто какая-то жесть, я только что встал, на протяжении получаса ко мне просто чуть ли не с ноги долбились в дверь, сегодня об этом видео, ну давайте же немного сменим атмосферу и поговорим об этом через часика 4. Подписчики бывают разные, бывают как хорошие, так и те, которые не понимают, что они делают. И сегодня видео как раз таки о тех подписчиках, которые каждый день стучатся ко мне в дверь. Вот так думаю будет гораздо лучше. Сегодня у нас с вами довольно таки серьезная тема, по крайней мере для меня она очень серьезная, потому что меня это касается в первую очередь. Как вы уже поняли из названия, ко мне начали постоянно приходить в больших количествах подписчики. То есть если раньше, год назад это было весело, это интересно было, то сейчас, когда это уже происходит по нескольку раз в день, сама суть того, что любой к тебе может прийти, неважно, ты там моешься в ванной, ешь, там смотришь видео Михалыча какого-то, в любой момент может прийти, начать стучать, если ты не открываешь, спускается вниз, трезвонит домофон, трезвонит звонок, куда только угодно, соседям, мне, неважно. Главное, чтобы увидеть Михалыча, я не знаю, как это еще по-другому объяснить, почему так происходит. Вернемся к самому началу. Первый раз подписчики пришли ко мне в позапрошлом году. Я с добротой встречал их, давал стикер-паки, а они иногда приносили колу. Конечно, сейчас увидите постановочные кадры, но было так очень много раз, уж поверьте. Кому-то помогал ремонтировать велосипеды, фотографировался с ними. Это было своеобразной традицией или даже ачивкой. Типа, найдешь, где живет Михалыч и получи приз. Некоторые даже снимали влоги, как они едут до меня. Поднимаемся уже, третий этаж. Кока-Кола купил. Надеюсь, все будет хорошо. Безусловно, это все мило. Егор, спасибо тебе огромное за то, что принес колу. Но есть одно но. Это все в интернете. То есть, да, я, конечно, там из окна показываю вид, но я не показываю, какой этаж нажимаю в лифте. Хотя, я думаю, уже все равно. Куда еще хуже. В любом случае, дверь я уже перестал открывать. И не буду открывать это. Это слишком много народу приходит. И я прям уже эмоционально устаю от этого. Ну вот к чему это, как видите, привело. Я банально не могу достаться наедине с самим собой. Потому что в любой момент может кто-то позвонить. Забить. И даже заорать на улице. А теперь давайте представим такую картину. Вы спите. Время почти 10 утра. И тут начинается. Время почти 10 утра. Если я начинаю смотреть это видео, вы думали, что это какой-то кликбейт. Пацаны, это нифига не кликбейт. Вы не поверите, но я сам офигел. У меня почему-то происходит то же самое, что происходит у людей, у которых там по 500, если не по миллиону подписчиков. Непонятно почему. Что же происходит сейчас, на данный момент? Слава богу, я работаю. Дома я бываю не часто. Боюсь представить, что было бы, если бы я дома был 24 на 7. Это просто ужас. Раньше моя политика в голове была такой. Я же нахожусь дома. Зачем закрывать дверь? Вообще не понимал людей, которые закрывают дверь. И теперь я закрываюсь на все замки, потому что действительно страшно. И тут мы подходим к вопросу, почему страшно? Произошло это в самом начале лет. Я с таким вообще столкнулся первый раз и не думал, что такое может произойти. Но оно, к сожалению, произошло. Я, как обычно, спал, потому что монтировал видео, просыпаюсь от стука в дверь. Причем таких неплохих стуков, то есть прям стуков-стуков, скажем так. Не знаю, сколько там до этого стучали. Я встаю, одеваюсь, начинаю подходить к двери и вижу, я в***ь пинел. То, как ручка такая вниз, раз, и кто-то пытается дергать дверь. Я вообще, у меня вот такие вот глаза, я думаю, блин, достал камеру и начал снимать. Я не стану выходить, потому что это п***ц. Вот оно. Видео начинается именно с того, что он дергает ручку. Вот я тихо открываю, чтобы он не услышал, не увидел. Он, видимо, не один там был. Это сейчас я зум сделал, чтобы поближе. Вот то ли прислушивается, то ли что делает, непонятно. Дергает ручку двери. То есть, зачем он дергает ручку двери, непонятно. И все. Он опять попробует. Пацаны, у меня к вам такой вопрос. Как часто вы открываете дверь, если видите незнакомца за дверью, который дергает ручку двери? Правильно. Никто бы не открыл. Я сразу это видео скидываю Антону, спрашиваю, у тебя так бывало? Он такой, слава богу, у него такого не было, господа. И не дай бог, у кого-то еще такое было бы. И чтобы вы понимали, это происходит постоянно. То есть, зачем дергают ручку двери, непонятно. И причем, это стало какой-то нормой. То есть, пацаны приходят, стучат, дергают ручку двери. И причем, вот после этого момента, я как раз таки перестал открывать. Просто я, как это сказать, разочаровался, что ли. Я не думал, что такое может произойти. Вот эта вот наглость. Я подходил, открывал все это время, то есть, если пацаны приходили. Но дергать ручку двери, это просто... А если бы дверь открытая была? Что бы он делал? Зашел бы его внутрь. О, Михалыч, ты спишь? Здорово. Буквально через месяц происходит абсолютно такая же ситуация. Только с небольшой изюминкой, скажем так. Я уже, честно, не помню, откуда я там пришел. То ли с работы, то ли просто с катки. И вспоминаю то, что забыл купить кошке туалет. Она, кстати, греется вон на компьютере. Пошел за этим туалетом, прихожу. Пошел мыться. И не заметил то, что не закрыл дверь. То есть, не закрыл, имеется в виду на замок. Так-то она закрыта была. Ну, моюсь, у меня там все в порядке. Слышу шаги и голос в подъезде. Ну, я сразу понимаю, что к чему. Начинаю из ванной вылазить, все дела. Слышу стук и дверь. Вот дергают ручку двери. Дверь открывается. Все. Хвост. Я прям слышал, как они побежали, короче. Я не знаю, зачем они это вообще сделали. Зачем они... А я забыл закрыться. Все. И они убежали, короче. Просто со всей дури. И я там с перепугу в этой ванной даже один раз упал, короче, быстрее за одеждой. Вот это вот все. Думаю, что за дела. Я аж даже не понял, что происходит. То есть, мысль о том, что это были подписчики, сразу улетучилось, короче. Я не думал, что вот так вот. Взял камеру, я не знал, кто там что, и все, и пошел к двери. Оказалось, это пацаны, которые принесли мне отпитую колу. Ладно, не будем акцентировать внимание, то, что это была отпитая кола, скажем, просто кола. Чуваки, вы что делаете? Вы что делаете? Это что вы нахуя? Вы просто дверь открываете. Мы просто подписчики твоих хотели сделать. Мы хотели, чтобы подъехать. Ребят, не надо. Пейте сами. Не надо. Зачем вы дверь? Просто скрыть. Зачем вы дверь открываете? Стой. Я не открывал. Вы понимаете? Понимаете? Я мылся. Мне не... А, все надо. Ребят, не надо так больше делать. Почему? Зачем? 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 Просто я не понимаю. Беру вот и дергаю ручку. А по поводу колы у меня после вот таких вот случаев такой загон появился. Я всегда проверяю, ничего ли туда не подмешали, потому что, ну, действительно страшно. Но я понимаю то, что 99,9% подписчиков это абсолютно адекватные люди. Нет, даже еще больше. Но вот всякое бывает. Поэтому я проверяю колу на наличие всяких там кошки даю. Короче, если не все в порядке, то все нормально. Она у меня тоже колу бьет. Я уже не буду говорить о тех случаях, когда вот я сплю, а ко мне начинают долбиться. Один раз даже 20 человек пришло, ну, примерно я их с балкона посчитал. Так, ну, это телефон берешь, камеру высовываешь, и это, и считаешь, сколько их там. То еще увлечение, конечно. И у них там все согласовано было. То есть, одни в дверь пытались звонить, другие в дверь стучали, третий в домофон звонили, а четвертые мне на телефон пытались дозвониться. Ну, мне даже мама дозвониться не может, о чем тут речь может идти. Бывали те, кто стояли по 4 часа и убились в дверь. Тогда приходилось вызывать бригаду во главе Мэксуэлла. И это даже уже становилось смешно как-то. И мне было стремно выходить, потому что я считаю, 4 часа просидел, слушая вот эти вот стуки, вот эти звонки в домофон и на телефон тоже. И делать что-то с этим надо было, иначе бы просидели, мне кажется, не 4, а у часов 8. Максон, короче, та же самая проблема. У вас нету человека, который сможет приехать, разобраться и прогнать вот этих вот, которые перед моей дверью собрались. И тут 15 человек сейчас стоит, одни в домофон трезвонят, другие в дверь долбят, с ноги, не знаю, головой. Громко вообще, капец. Я видос монтирую, я сосредоточиться даже не могу. Ласка, все знают, понимаешь, тебя все знают. ты придешь, Мэксу начнется. А ты, это надо, чтобы, чтобы Ваня пришел, и Ваня, это, разобрался с ними, сказал, о, это мой дом, вы что тут делаете? Короче, прям капец, как срочно надо, четвертый час стоят. Слышишь, вон они долбятся, они говорят, Мэксу, вот мы здесь, надо, короче, срочно что-то решать, меня это достало. Макс, подождите, они вроде как ушли. Мне просто очень сильно неохота вас тревожить. Твою мать, никуда они, никуда они сглопались. Там даже слышно голосовочек, как они постучали. Здесь, ребят, я не знаю, как я вам дверь открывать буду, потому что, если вы позвоните в домофон, я сниму трубку, они этого слышат, потому что они, видимо, под дверью прям сидят. Ну, короче, пацаны, не знаю, что еще можно сказать. Если даже после выхода этого видео ничего не поменяется, тогда я не знаю. Единственный способ от этого избавиться, это только переезд. Об этом все и говорят. Все, кто когда-либо сталкивался с этой проблемой, говорят только о переезде. Это, это самое страшное, действительно. Просто поставьте себя на мое место. Я вас пожалею, ладно, пускай к вам даже два-три человека в день приходить будут, это уже все, это уже вот. Как раз таки суть в том, что дело не в количестве, сколько в день приходит, а то, что приходит постоянно. И в совокупности мне даже страшно представить, сколько народу пришло за все время. Там прям реально народ, то есть там не один, не два человека, там прям народ самый настоящий. Народ, народ, народ. Пишите в комментариях, что бы вы делали, если бы у вас такая штука была. Очень мне поможете. А вдруг какие-то будут, у кого-то вдруг так же было. Я бы почитал. Запускаем аппаратуру в натуре. Тут столько, короче, кнопок всяких разных, чтобы это все включить, дело это вообще, это надо с ума сойти. Ё-моё. В общем, я не знаю, что еще можно сказать по этому поводу. Надеюсь, этого станет хотя бы меньше. То есть, навряд ли это пропадет. Кто-то это видео не увидит. И все, и пошло, поехало. Ну, а я, мужики, с вами прощаюсь. Следующий видос, господа, будет. Это уже видос с прицепом. Именно сегодня мы поедем с Максимкой уже его забирать. Все, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok